10 лет в новом статусе. В 2003 году Технологическая академия строительных материалов получила статус университета. Тогда же учебному заведению было присвоено имя великого ученого-инженера-строителя Владимира Шухова. Чего добились в ВУЗе за это время, какими успехами особенно гордятся, рассказали на пресс-конференции. О результатах работы педагогического коллектива и студентов в нашем следующем сюжете. Технологический университет по праву называют кузницей строительных кадров. Здесь готовят профессиональных архитекторов, дизайнеров, инженеров. Всего на базе ВУЗа обучают студентов по 60 специальностям. В 2000 году направлений было всего 20, а открытое учебное заведение было в 1954 году. Тогда это был Технологический институт строительных материалов. В апреле 1994 года ВУЗ был переименован в Технологическую академию. И в 2003 учреждению присвоили статус университета, что стало признанием на всероссийском уровне. Тогда же ВУЗ стал носить имя великого ученого Владимира Шухова. Выбор человека, чье имя было решено присвоить университету, был обусловлен тем, что Шухов прежде всего величайший строитель. Как многогранная личность он работал в самых различных сферах деятельности. Он и занимался радиосвязью, судостроением, котлостроением. За 10 лет ВУЗ вышел в лидеры по России. Согласно рейтингу Рособразования, БГТУ уверенно занимает первое место среди архитектурно-строительных ВУЗов страны. Также он входит в число 16 лучших российских высших учебных заведений по качеству подготовки, востребованности выпускников и активности их карьерного роста из 1050 государственных ВУЗов. Успехи студентов здесь считают главным достижением. Наша горность – это выпускники, которые трудятся в сферах строительства, на предприятиях по производству строительных материалов, в сфере высоких технологий, создают современные транспортно-технологические комплексы, работают над проблемами энергоэффективности, а также во многих отраслях, не только в Российской Федерации, но и за рубежом. В университете учатся 60 правительственных и 10 стипендиатов президента. Все разработки и проекты студенты могут реализовать на практике. Для этого создан бизнес-инкубатор. В нем уже работает 82 малых инновационных предприятия. Также в рамках строя отрядов студенты в этом году будут благоустраивать городские дворы и зоны отдыха по собственным проектам. Возможностью реализовать себя университет в первую очередь и привлекает абитуриентов. По-моему, это самый престижный университет в нашем городе, поэтому я выбрал его. Здесь обучают инженеров. Где еще? У нас, по-моему, это единственный университет, где инженеры и строители, архитекторы. Преподаватели хорошие. Всегда помогут, всегда подскажут. Высокое качество образования. Хорошая инфраструктура, все хорошо. Главная задача вуза – выйти на международный уровень. Для этого многое уже сделано. В университете обучается 950 иностранных студентов из 65 стран. Подписаны договоры о сотрудничестве с 60 посольствами. У нас есть аллея дружбы, где каждый посол сажает дерево. И у нас уже там чуть ли не целая роща. Очень хорошо. Мне любят друзья. Вообще добрая. Как учителя? Хорошо, неплохо. Преподавать хорошие, просто учеба чуть-чуть трудно, потому что все иностранные. Я учу здесь русский язык и я немножко предпадаю французские лекции. Поздравить родной университет с юбилеем необычным способом решили студенты-активисты. Они провели на площадке вуза флешмоб. Университет имени Владимира Григорьевича Шукова. Маргарита Платонова, Павел Емелин. К этому часу Белгород.